Всем доброго, тыхого, мырного дня. Я рада вас святаться на своему канале. Девчата, ну я, наверное, уже пришла в себя, потому что вчера буквально только приехала. Из отпуска было 48 часов в дороге, но тем не менее я очень хотела с вами вчера пообщаться, поэтому если что-то было не так, извините заранее. Сейчас я уже выспалась и сегодня хочу поделиться с вами своими тарелочками. На передодне, накануне я вам рассказывала о том, что решила пойти на снижение веса. То есть в процессе стройности я находилась 2-2,5 года. Я пришла к результату минус 57 и полтора года удерживала этот результат. Но сейчас я прекрасно понимаю, что мне хотелось бы, знаете, вот мне, когда я говорила о том, что да нет, все, вот 80 килограммов это мои. И сейчас, побыв на отдыхе, посмотрев где-то на себя со стороны, мне захотелось еще пойти на снижение веса. Я, конечно же, буду наблюдать за состоянием своего лица, да, со состоянием кожи, как лицо потечет, не потечет в этом случае. Но я более чем уверена, что тот план действий, который я себе выстроила, это минус 5 килограммов за 4 месяца, то есть до конца года, и сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это будет такое лайтовое похудение, которое, ну, не так, скажем, критично отразится на моем лице, да, потому что все остальное можно, собственно, запрятать под одежду, одеть какое-то корректирующее белье. Вы меня спрашивали, кстати, Лена, какое корректирующее белье? То я беру то, в котором мне комфортно, это не может быть какая-то определенная фирма, да, я подбираю, смотрю, это в основном магазин белья, поэтому вы таким же образом, какое будет комфортно вам по ценовой политике, если подойдет, то есть, ну, я считаю, что это такое более индивидуальное, что кому подойдет, это по поводу корректирующего белья. Теперь, значит, я анонсировала, что 1 сентября я начинаю свой путь к стройности, с весом 80 килограммов, но через 2 дня случилась поездка, ну и, соответственно, я не хочу сказать, что пошло все в трамп-тарара, нет, я хочу сказать, что я вышла победителем в этом 10-дневном, в этой 10-дневной борьбе с самой собой, потому что было очень много соблазнов. Город, страна, в которой я была, это Черногория, естественно, как в любом туристическом городе, развито больше фастфуды, это быстрая еда, это пицца, это хот-дога, кстати, я не видела там, это была пицца, это были какие-то круассаны, это были какие-то, какая-то выпечка, то есть, ну, все то, что приводит к набору килограммов. И вы знаете, для меня это очень большая победа. Я в этом случае вышла победителем. Почему? Потому что, ну, я вас учу тогда, точнее, делюсь своим опытом и говорю, что режим ягг с голодного краю включать надо крайне редко. Ягг с голодного краю в данном случае я была на такой вид, ну, то, что меня немножечко, скажем так, выбивало, это были фрукты, да, то есть их было немножечко больше, чем всегда. Это был инжир, это был арбуз, это была, ну, дыня я так не очень, арбуз в основном, но это все вот, это те отхождения, которые у меня были, да, то есть я для себя уже поняла, что я вот этот свой момент режима ягг с голодного краю я переборола, да, то есть если со мной ездила Катя, я вам показывала, да, Катерина могла себе купить там пиццу и меня все подбивало, там были сладкие пиццы, кстати, сладкие пиццы. Банан, ежевика видела, потом все это присыпано было сахарной пудрой. Я не, ну, как вам сказать, я не пошла на это, да, потому что я, и Катя, она как, ну, как ты не хочешь этого съесть? Я говорю, Катя, честно, мне бы хотелось, но я понимаю, что это просто не даст мне того, то организм мне не скажет, благодарю, да, если я съем фрукты, здесь будет немножечко больше благодарности, чем я съем ту же пиццу. Я не ханжа, которая, вот я этого не буду, этого не буду, я, ну, вот я такая вся, кружите меня, кружите, я вся такая правильная, хорошая, отнюдь, нет, но в данном случае для меня это очень большая победа, что в приоритете в данном случае это были просто фрукты, да, а не выпечка, которая была на завтраке в отеле, которая была в свободном доступе, то есть для меня это был такой еще, знаете, и небольшой показатель проверки себя на прочность. Обычно мы привозим плюсы с отпуска, да, потому что включается режим с голодного краю, и в данном случае я просто собой горжусь, что я не с голодного краю, знаете, это, ну, я, возможно, меня кто-то сейчас не понимает, скажет, что-то она там такое рассказывает, чертишо, но для я, я для себя сделала очень важный вывод. Я не взвешивалась целенаправленно после, после поездки, да, вот приехала и взвесится. Я прекрасно понимаю, что цифра будет не объективная, потому что когда мы находимся в дороге, если брать конкретно мой случай, это 48 часов, как ни крути, отечность будет. И хочу сказать, я не помню, говорила я на своем украиномовном канале или нет, я вам рассказывала, что девочки, я приехала неотекшая, когда ехала туда, но я рано радовалась, хотя и было у меня комфортабельное место, я рано радовалась, потому что в этот раз я приехала, я увидела на ногах отеки. Поэтому, поэтому, так думаю, блин, девчата так замотивировала, а тут раз и назад еду, а у меня отеки. Поэтому я прекрасно понимаю, что тот плюс, который я увидела уже сегодня, это было плюс килограмм и 200 граммов от того веса, с которым я уезжала, я прекрасно понимаю, что это вода, которая вот, ну, завтра у меня это вернется на прежний ривень, да, я кто скажет, но об этом я буду рассказывать уже в среду, потому что в среду это отчет по весу. Поэтому дождитесь среды, я вам все-все-все покажу, вот все вот эти плюсы, все минусы, как это работает и чего не надо делать, когда вы приезжаете с отпуска, это сразу же прыгать на весы. Но есть маленький нюанс, есть такой анекдот, немножко пошловато, не буду рассказывать, есть маленький нюанс. Нужно всегда понимать, что если ты, ну, извините меня, с голодного краю все эти 10 дней, естественно, будут большие плюсы на весах. Если ты понимал, что ты контролировал тарелку, а в данном случае я контролировал, потому что практически каждый день был соблазн на алкоголь, не только на что-нибудь такое вкусненькое, да. Кстати, я пробовала кухню Черногории, у них, ну, то, что я пробовала, это были овощи на гриле, то есть я выбирала то, что было полезно моему организму, не потому что я там выделываюсь, я должна именно это есть. Я понимала, что в данном случае я должна принести пользу вот этому вот телу. Поэтому, девчат, очень важно разбираться, что ты кладешь в свою тарелочку. Сегодня будут мои тарелочки. Брать их на вооружение или нет, это ваше личное дело, но хочу сразу же сказать, что два приема пищи мне не свойственны. Я снижаю вес на трехразовом питании. Это интервальное голодание с элементами рационального питания. Сегодняшний день это исключение из правил, потому что сегодня я позволила своему организму выспаться. Естественно, после 48 непонятных часов дороги, да, это был и автобус, это был и поезд, уставшая. Я сегодня спала, наверное, часов до 10, а то и 11. Потом был важный звонок, нужно было срочно сорваться и поехать по делам. Но прежде чем сорваться, я попила воды. Я не успела позавтракать, но приехав домой, вы сейчас увидите, что завтрак состоял из того, что есть в холодильнике. И вот каждый из вас также может организовать свой завтрак, организовать свой обед и свой ужин. В моем случае это будет, ну, грубо говоря, поздний завтрак, обед-обед и ужин. У меня на ужин, кстати, уже готовятся перцы. Вон там уже все это дело. Я все-все-все вам покажу. Дальше в видео вы увидите рецепт приготовления, а также расчет КБЖУ. Если это вам будет полезно, мне будет приятно. А если вам это было полезно и приятно, также напишите мне комментарий обязательно. Ну и, конечно же, поставьте лайк. Ну а сейчас и делюсь, собственно, теми тарелочками, на которых я уже пошла на снижение веса с веса 80 кг. Все, мои хорошие, я была рада с вами сегодня пообщаться. Теперь наше общение будет, я думаю, что ежедневное, потому что, во-первых, я в процессе стройности. Во-вторых, я хочу с вами делиться тем опытом, который я имею, теми знаниями. Если у вас есть какие-то вопросы, а я знаю, что очень много новеньких на моем канале, я буду просто делать такой калаш, ответы на ваши вопросы. И, возможно, мой опыт, мои знания вам помогут в снижении веса. Также вас хочу пригласить в свой телеграм-канал, где девчата самостоятельно снижают вес. А также на моем канале каждые две недели проходят марафоны с сопровождением. Мы уже начали с понедельника. Результатами я поделюсь, конечно же, в следующий понедельник. И буду вас приглашать в следующий, который будет в конце месяца. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить эти важные, важные сообщения. Ну, а также мои видео. Ну, тростиночки, делюсь с вами своим приемом пищи. И это завтрак. Сегодня, ну, вчера я только приехала. Сегодня у меня будет два приема пищи, потому что спала я сегодня долго, высыпалась после 48 часов дороги. И, естественно, три или четыре приема пищи сегодня не будет. Сегодня будет только два. И какие это будут, я вам, естественно, покажу. Что у меня будет на завтрак? На завтрак у меня будет два хлеба. Хлеб цельнозерновой. Внутренность я убрала, туда вбила два яйца и сверху положила сыр. И добавила сюда же помидорчики. Здесь два вида. Желтый, красный помидор. Здесь у меня американо. Без сахара, без молока. Только все это запить. Ну, скажу честно, и особо и нету пока еще почему-то аппетита. Может, еще идет адаптация. Перед этим я выпила пол-литра воды. Утром я проснулась, точнее, выпила пол-литра воды. Пью воду в два захода. То есть, стаканчик сначала только проснулась, потом немножко походила. И еще стаканчик. Очень хорошо помогает стулу. Сейчас у меня прием пищи уже час дня. Мне это не свойственно. Двухразовый прием пищи я не рекомендую брать на вооружение. Потому что это прямая дорога к срыву. Когда еще пищевое поведение у людей не настроено, в любом случае для нормального функционирования, три приема пищи это самый лучший вариант. Когда вы становитесь на путь исправления, скажем так, своих ошибок и в своих марафонах с сопровождением, я девчатам рекомендую исключительно начинать с четырехразового питания, для того, чтобы убрать зависимость от еды. Да, мы с вами также работаем с зависимостью от еды. Поэтому, девчонки, смачного. А что будет у меня на ужин, я вам покажу чуть-чуть похоже. Девчат, хочу вместе с вами сейчас приготовить перец. Я думаю, вы поняли, что это будет фаршированный перец. Это будет на ужин. Потом дальше, на завтра, на следующий день буду показывать, как буду его комбинировать с углеводами. И на следующий день. На следующие дни. Смотрите, здесь у меня индюшинный фарш, полкилограмма. Расчетка БЖУ вы найдете в комментариях. Также в закрепленном комментарии я оставлю расчетку БЖУ, собственно, этого перца. Что сюда еще я добавляю? Здесь фарш, здесь любимые приправы, немножечко соли. Также я сюда добавлю немного псиллиума. Вы у меня, кстати, спрашивали по поводу псиллиума. Лена, аптечный и с iHerb, который ты заказывала, чем отличается? Отличается помолом. У меня здесь такой мелкий помол. Ой, вот так вот мелкий помол. Есть крупный аптечный. Возможно, вы покупали в аптеке, он крупный. Вы просто можете отправить в кофемолку и сделать мельче. Он не отличается ничем. Это шелуха подорожника. Значит, сюда я добавляю кабачок. Также я сюда еще добавлю немножечко перца. Ну, это все, скажем так, индивидуально и по желанию. Любите, чтобы было остренькое? Значит, остренькое. И сейчас это все перемешиваю. Почему именно псиллиум? Ну, во-первых, дополнительная клетчатка лишней никогда не бывает. Соответственно, я ему пользуюсь псиллиумом очень-очень активно. Он мне очень нравится. И сейчас мы будем эти все дела начинять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и вот, собственно, пришло время ужина. На ужин будет у меня два фаршированных перца, огурчик. Вес такой порции 328 граммов. Смачного! Смачного!